Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТУСУ новости. В студии Гульмира Тимиргалеева сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Мини-больница на колесах. Арсенал гаража скорой медицинской помощи пополнился современными реанимобилями. Чтобы помнили, специальные награды удостоен известный казахстанский журналист. Семейные ценности. В Алматинской области стартовал конкурс Парасатта-Отбаса. Темп прироста заболевания коронавирусной инфекцией в стране за последнюю неделю увеличился на 2,3%. В ряде регионов наблюдается ухудшение эпидситуации. Это стало ключевой темой сегодняшнего заседания правительства. По словам министра здравоохранения, слабая работа проводится в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях. Там количество инфицированных выросло в три раза. А кемы двух регионов связывают это с несоблюдением масочного режима и проведением семейных мероприятий. В целом количество нарушений Саннорм составило 1400 фактов. В связи с этим премьер-министр страны Оскар Мамин поручил улучшить работу мониторинговых групп и стражей порядка. Необходимы усилия для работы мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мероприятий. В то же время хотел бы поблагодарить Акимов регионов за работу по доведению стаб фонда за минимальных нормативных здравоохранения. Нам возможно быть готовы к возможной новой волне. Для здоровья. 12 передвижных медицинских комплексов и 180 машин скорой помощи пополнят автопарк Медорганизации Алматинской области. Все ПМК и 89 реанимобилей уже прибыли в регион. Современный спецтранспорт позволит качественно и оперативно оказывать неотложную экстренную и плановую медицинскую помощь. Ключи от нового авто руководителям больниц вручил глава ЖТСУ Амандык Баталов. Пандемия стала поистине серьезным испытанием для работников здравоохранения. В период первой волны коронавируса герои в белых халатах работали на пределе своих возможностей. Чтобы избежать повторного развития сценария, руководство области прилагает ряд мер по усилению системы здравоохранения. В целом мы выделили 12 с лишним миллиардов тенге на борьбу с пандемией. И из них 8 миллиардов тенге на вторую волну. И сделали очень много. 12 больниц, там где не было раньше кислорода. Мы везде поставили кислородные станции и довели практически до каждой койки кислород. Мы пригласили уже 300 с лишним специалистов для того, чтобы оснастить наши больницы. Дали новые квартиры в прошлом году, закупили. Вот, недавно ключи раздавали, то же самое. Еще дополнительно мы вот эти вот 47 коттеджей, которые вот завершаются, я сказал, для медиков отдать. И идет проектирование еще 60-ти квартирного жилого дома в Талткурган, для того, чтобы все медики были обеспечены жильем. Вопрос обеспечения современным спецтранспортом также находится под пристальным вниманием руководства края. В этом году закуплено 180 машин скорой помощи. Они распределены между медучреждениями региона. 89 реанимобилей уже прибыли в ЖТСУ. Ключи от автомашин руководителям медицинских организаций вручил Акимобласти. В ходе официальной церемонии Амандык Баталов ознакомился с потенциалом новых авто. Спецтранспорт оснащен оборудованием премиум-класса. В машинах имеется портативный ЭКГ, кардиостимулятор, носилки с амортизацией и, самое главное, ИВЛ-аппарат. В первую очередь хотелось бы выразить благодарность президенту Республики Казахстан Касым Жемарт Кемельевичу Токаеву, Акиму Алматинской области Амандык Габасовичу Баталову, Министерству здравоохранения Республики Казахстан за оказанную помощь в виде приобретения санитарного автотранспорта. Это новые машины, очень плавный ход. Сама конструкция транспортировки пациента, носилки тоже на амортизации. То есть при любых, это либо будет травма, либо любое другое заболевание, человек будет себя чувствовать комфортно. Улучшить качество оказания медицинской помощи позволят и приобретенные 12 передвижных мобильных комплексов. Передвижной мобильный комплекс – это своего рода мини-больница на колесах. ПМК укомплектован самым современным оборудованием, соответствующим нынешним реалиям времени. Здесь имеется несколько кабинетов и лаборатория. Теперь жителям отдаленных сел области не придется ездить в райцентр для получения помощи узких специалистов. Здесь же граждане смогут пройти рентген, флюорографию, УЗИ и сдать необходимые анализы. Передвижная мини-больница на колесах доступна каждому. Специально для лиц с инвалидностью установлен автоматизированный подъемник. Ранее у нас было 5 единиц. В итоге 17 единиц передвижного медицинского комплекса, которые обеспечивают полностью, закрывают всю нашу потребность по нашим районным больницам. Создан график объездов и все труднодоступные наши малые населенные пункты будут обеспечены высококачественной медицинской помощью. Передвижной медицинский комплекс может в сутки принимать, в день, в рабочий день, может принимать до 400 пациентов. Оснащение медучреждений Алматинской области будет проводиться на систематической основе. До конца года в ЖТСУ прибудет еще 91 реанимобиль. Тем самым санитарный автотранспорт региона обновится на 80%. Аким области Амандык Баталов посетил семью известного казахстанского журналиста, бывшего руководителя телеканала ЖТСУ, покойного Весена Куранбека. Глава региона лично поздравил супругу журналиста Гульмиру Зербай со специальной наградой «Парламент СЮЗ». Она была присуждена Весену Абайулы парламентом Республики Казахстан посмертно. Амандык Баталов отметил заслугу Куранбека, внесшего весомый вклад в развитие отечественной журналистики. Он мог решить проблемы еще тысяч людей со всего Казахстана, как регулярно делал это в своей известной программе «Карикет». Однако, коротка была его жизнь, но Весен был, как и метеор, ярко озаривший небосклод медиапространства нашей страны, сказал в поздравительной речи Амандык Баталов. «Нет Бесена с нами, но есть вы, его семья. Поэтому я решил лично поздравить вас с такой высокой наградой. Еще полгода назад председатель Можилиса Республики Казахстан Нурлан Нигматуллин говорил об этой награде, но пандемия помешала осуществлению планов. «Я любил Бесена и уважал как своего родного брата. Я думаю, что он и его заслуги никто никогда не забудет. Здоровья вам и вашим детям!» Итоги деятельности мониторинговых групп с начала года подведены в онлайн-формате. Напомним, ранее проектным офисом ЖТСУА Далдахалана и специальной мониторинговой группой при антикоррупционной службе проводился мониторинг деятельности в сферах ЖКХ, образования, здравоохранения, социальных услуг и исполнения государственных программ. За 10 месяцев текущего года было проведено более 30 мероприятий. В ходе заседания оценивалась проделанная работа за истекший период. «Сейчас молодёжь Крыла ЖОСОТАН активно работает совместно с Общественным советом по противодействию коррупции партии. В рамках онлайн-совещания подведены итоги мониторинговой деятельности. Отмечались критические моменты, обнаруженные и устранённые действиями мониторинговых групп. Последний такой пример был при проверке одного из общежитий. В душевой отсутствовали кабинки, сантехника сильно изношена и отделка исполнена без кафеля. Теперь недочёты устранены. Также добавлю, что во многих учреждениях сейчас размещены ящики доверия, в которых люди могут оставлять анонимные сообщения». По итогам онлайн-заседания деятельность мониторинговых групп получила положительную оценку. Активный мониторинг по качеству исполнения многих сфер деятельности на предмет коррупционных рисков и составляющих продолжится. Рассматривается перспектива увеличения спектра её деятельности в следующем году. Из 140 семей Алматинской области выберут образцовую. Впервые в Житесусском крае стартовал конкурс под названием «Парасат-Тотбаса», организованный антикоррупционной службой. Стоит отметить, в семейном состязании республиканского масштаба принимают участие активные жители со всех уголков Казахстана. Цель конкурса «Парасат-Тотбаса» – пропаганда семейных ценностей, а также призыв к честности и добропорядочности. Ведь именно от воспитания родителей зависит, каким вырастет человек, считают организаторы. Все, что требуется для участия – отправить в социальной сети Инстаграм заявку в виде пятиминутного ролика, повествующего об истории, достижениях и особенностях своей семьи, а также об обычаях и традициях, которых они придерживаются. «Парасат-Тотбаса» – «Парасат-Тотбаса» – «Байкаун, миналюмитик жиледен, не старым жили с ним». «Сколько я узнала о конкурсе и ознакомилась с условиями, то сразу же решила принять в нем участие. К тому же родители тоже не были против, наоборот, поддержали. Для меня моя семья – образец добропорядочности и крепких семейных уз. Считаю, мы идеально подходим под все эти критерии. Хочу, чтобы о моих родных и устоях в нашей семье узнали другие и, возможно, могли что-то перенять». Семья Балкобековых – одна из первых в области приняла участие в конкурсе. Им есть чем гордиться, утверждают организаторы. Дедушка с бабушкой Жансаи вот уже 50 лет живут душа в душу. Вырастили пятерых прекрасных детей, сейчас воспитывают 11 внуков и одного правнука. У сыновей собственный бизнес. Дочери работают учителями в местных школах. А внуки с ранних лет демонстрируют отличные успехи не только в стенах школы, но и за ее пределами. Они – настоящая гордость для своих родителей. «Каждый день я просыпаюсь счастливым, потому что у меня есть все, о чем я мечтал долгие годы. Любящая и любимая жена. Самостоятельные и самодостаточные дети, которые нашли свой путь и уже создали крепкие семьи. Я рад, что дожил до тех времен, когда могу понянчиться с внуками и правнуками. Всегда хотел большую счастливую семью под одной большой крышей. Что может быть еще прекраснее этого? Самое важное в нашей семье – взаимоуважение. Не было ни дня, когда мои дети или внуки сказали или сделали бы что-нибудь мне наперекор или ослушались. Считаю это потому, что слово каждого здесь весомо. Каждая наша беседа – откровение души. Я очень рада, что мои близкие делятся со мной самым сокровенным, не утаивая ничего. Это и есть основа добропорядочности и честности». По итогам отбора в начале ноября определят лучших кандидатов на три призовых места. Им будут вручены ценные подарки. Однако без внимания не останется никто. На заключительном этапе жюри конкурса определят лучшие семьи по номинациям, лучшая читательская семья, полиязычная семья, интеллектуальная семья, творческая семья и много других. Конкурсанты получат благодарственные письма и памятные призы. Одина Смогулова, Ежан Дусин, телеканал ЖТСУ. 19 ноября временно приостановят телерадиовещание по всему Казахстану. С 3 часов утра до 5 вечера будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, говорится в сообщении. АОК «Каз телерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис. В этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. На Атыраусском нефтеперерабатывающем заводе произошел сбой в режиме работы биологических очистных сооружений. Это стало причиной кратковременного проскока биологического шлама в канал нормативно очищенных стоков. В настоящее время проводится наладка технологического режима, отметили в отделе по связям с общественностью ТОАНПЗ. Создана специальная комиссия по расследованию данной ситуации. В целях незамедлительного реагирования был организован отбор проб сбрасываемых с точных вод с привлечением отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии по области. В настоящее время проводятся мероприятия по назначению внеплановой проверки в отношении ТОАНПЗ. Прокомментировали ситуацию в Минэкологии. Власти Казахстана не опроверили задержание экс-министра здравоохранения, сообщает телеканал КТК. Информация о следственных действиях в отношении бывшего министра здравоохранения Ельжана Бертанова не подлежит разглашению. Однако публикации в социальных сетях прокомментировал пресс-секретарь комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Арман Джунусов. Согласно сообщению, Бертанов подозревается в хищении и растрате бюджетных средств на сумму свыше 526 миллионов тенге, выделенных на закупку платформы информатизации и интерпирабельности информационных систем здравоохранения. В настоящее время экс-глава здравоохранения страны находится в ИВС. Напомним, Ельжан Бертанов подал в отставку 25 июня текущего года по состоянию здоровья. Из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом в кантоне Женева на юго-западе Швейцарии с понедельника вводится карантин. С 7 часов вечера здесь закроются все магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, заведения общепита и кинотеатры. Школы и детские сады по-прежнему будут работать. Несколько дней назад университетская клиника Женевы забила тревогу. Больница готовится к худшему, гласит объявление. К середине ноября опасаются специалисты, все места в реанимационных отделениях страны будут заняты. Медперсонала не хватает. В кантоне Аргау уже сейчас медсестрам с положительным тестом на коронавирус, но при отсутствии симптомов предписано выходить на работу. По меньшей мере 7 человек стали жертвами тайфуна Гони, обрушившегося в воскресенье на Филиппины. Его называют самым мощным ураганом, пришедшим на архипелаг за последние 7 лет. Эвакуировано более 400 тысяч человек. Скорость ветра превышает 220 км в час. Тайфун постепенно движется к самому густонаселенному острову Филиппин – Лусону, где расположена столица Манила. На берег обрушиваются волны высотой до 16 метров. Власти страны сообщают, что из-за коронавируса нелегко организовать массовую эвакуацию и обустроить убежище, где соблюдалось бы дистанцирование. Ожидается, что в понедельник тайфун уже пересечет Лусон и выйдет в Восточно-Китайское море, попутно потеряв большую часть своей силы. В провинции Измир на западе Турции продолжается поисково-спасательная операция. В ней принимают участие свыше 2000 специалистов. Растет число жертв землетрясения. По последним данным погибли около 70 человек. Почти тысячи пострадали. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 многоэтажных домов в Измире. Власти Турции начали выплачивать материальную помощь. Землетрясение магнитудой свыше 6,5 баллов было зафиксировано в Эгейском море в 19 километрах к северо-западу от греческого острова Самос. Раимбекский район в новом статусе. Два года назад Ельбасы подписал указ об изменении в административно-территориальном устройстве Алматинской области. Путем разделения одного района были образованы два новых. Один из них – Раимбекский с центром в селе Нарынкол. Как преобразился приграничный район с обретением статуса, узнавали наши корреспонденты. За два года после обретения статуса района в селе Нарынкол изменилось многое. В первые шесть месяцев были построены сразу 20 новых служебных домов для госслужащих. В них поселились специалисты, прибывшие сюда на работу. Чуть позже началось строительство еще 83-х коммунальных домов, где ведут активную работу четыре подрядные организации. Инженерно-коммуникационная сеть уже проведена. Ведется благоустройство территории. Стоимость 83-х коммунальных домов – 2 миллиарда 878 тысяч тенге. Строительные работы ведутся согласно графика. Планируем сдать в срок. Уже к середине ноября 33 коттеджа будут сданы в эксплуатацию. Площадь каждого из них – от 70 до 90 квадратных метров. Начальник отдела местной полиции Айбар Ишеев скоро станет счастливым новоселом. «Хочу нести службу в своем родном ауле, поэтому я перевелся сюда в 2019 году. У меня трое детей, пока своего собственного жилья нет. Встали в очередь. Надеемся, что скоро получим». В селе также возводится здание физкультурно-здоровительного комплекса. Это один из самых больших по размеру объектов райцентра, общая площадь которого составляет 4000 квадратных метров. Для занятий игровыми видами спорта здесь предусмотрены футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также корт для большого тенниса. С открытием комплекса заработают 20 спортивных секций. Словом, здесь одновременно смогут заниматься разными видами спорта более 300 детей. «Комплекс состоит из четырех блоков. Первый блок трех, второй блок двухэтажный. Наряду с залом для бокса будут функционировать еще два зала для других видов спорта. Есть также столовая. Строительство объекта завершится до конца этого года». Все в этом ауле новое. Для сотрудников полиции строится офис, а для нарушителей – изолятор временного содержания. Уже сдано в эксплуатацию здание Комитета национальной безопасности, сервисного акимата и Центра обслуживания населения. Ведь численность нарынкольцев с каждым годом увеличивается. Со дня обретения нового статуса в село вернулось более 2000 человек. Среди них уроженец нарынкола Елеман Аманбеков. После окончания вуза он вернулся в родной аул. «Я учился в Алматы. После окончания сразу же вернулся в аул. Работаю в сервисном акимате. Хочу вложить все силы и знания в развитие родного региона». В районе более 6000 учащихся. В этом году в трех школах района проведен капитальный ремонт. Это здания школ населенных пунктов Тикес, Текстык и Талас. Реконструкцию прошли и здания детских садов сел Саржаз и Сарбастау. В планах – обновление зданий общеобразовательных учебных заведений аулов Тусколь, Коммерше и Кокбель. А в селе Харасас будет построена новая школа искусств. «С переездом в нарынкол молодых семей заметен и рост детей дошкольного возраста. Поэтому планируем построить детский сад на 140 мест. Сейчас готовим документы». Внешний вид нарынкола изменился кардинально. Дороги ремонтируются, повсюду уличное освещение. Порой идёшь вечером по улице и чувствуешь себя городским жителем, говорит Кинжибике Садвакасова. «80 лет я живу в этом доме. Раньше дома с пустыми глазницами вместо окон пугали нас. О новых зданиях мы вообще мечтать не могли. Теперь всё изменилось в лучшую сторону. Огромную благодарность хочу выразить Акиму области». Сельское хозяйство нарынкола тоже переживает лучшие времена. Более чем на 6000 гектарах посажен картофель. Собрано 120 тысяч тонн урожая. Перспективы отличные, уверяют сельчане, испытавшие на себе все трудности приграничного региона, утратившего в своё время статус района. Поэтому они благодарны руководству страны и области, которые открыли второе дыхание нарынколу. Каждое начинание здесь не проходит без участия Акима области Аманды Кабаталова. «Спасибо Аманды Кугабасовичу, Акиму области. Вся эта работа ведётся под его личным контролем. О молодёжи хочу сказать, приглашайте своих друзей к нам, ведь село будет расти и процветать. Очень большие перспективные планы намечены. Я думаю, они будут осуществлены в ближайшее время. Поэтому мы сами в первую очередь должны работать во благо родного аула». Гульназ Мастафа, Курманжан Касамжанула, Аманжол Женкешев, телеканал ЖТСУ, Раимбекский район. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова